Один из самых отмечаемых военно-профессиональных праздников в пограничном городе Бресте – День пограничника. Едва ли не половина жителей областного центра, так или иначе, вспоминает свою причастность к охране родной границы. Кто-то служил сам, у кого-то служил брат или отец, а кто-то в детстве в этот день ходил на экскурсию на ближайшую погранзаставу. Этот день любим брещанами, а потому в профессиональный праздник на улице Советской собралось много людей, и не случайно разрешилась интрига последних недель. Сегодня мы открываем на улице Советской в городе Бресте символичный стилизованный фонарь. Символизм двойной. Во-первых, сегодня День пограничника, праздник, который объединяет всех причастных к службе на границе. И также глубоко символична надпись, которая считается на самом фонаре, а именно «С границы подшинается держава». Традиционно пограничник – это первый человек, которого встречают гости, которые въезжают в наш пограничный город. И тем более символично, что именно этот фонарь первым открывает аллею фонарей на улице Советской, которая является своеобразным символом нашего города. Звучат фанфары и арт-объект. В новом исполнении открыли председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский, начальник Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского, Максим Бутранец. Брест пограничный город, поэтому поддержали инициативу наших пограничников и решили сделать им маленький подарок. На улице Советской найти место, а понимая, что родина начинается с границы, с пограничного столба, поэтому решили на улице Советской, с нашей пешеходной улицы, сделать подарок нашим пограничникам и установить пограничный столб в виде фонаря, откуда все начинается движение нашего любимого фонарщика. А зажег пограничный фонарь, конечно, Брестский фонарщик. Так же точно будут показывать время и надежно, как наша граница защищена, так и они будут работать. Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. Воины-пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, защите ее экономических интересов, борьбе с транснациональной преступностью. 84 пограничника в свой профессиональный праздник награждены почетными грамотами и нагрудными знаками. 14 человек удостоены государственных наград. Быть пограничником пришел с самого детства, когда у меня родные все служили в органах пограничной службы, а срочной службой до офицерского состава. То есть мне, как говорится, уже судьбой было предрешено, что нужно, как говорится, долг родни отдавать в офицерских погонах. Долго стремился к этому и думаю, в дальнейшем буду идти все вперед, 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 не подвести свой народ и не постремить, как говорится, знамя воинской части 2787. Слова благодарности тем людям, которые ежедневно несут, наверное, честь, долг и совесть свою на границе, защищая наш любимый Брест, потому что это те люди, которые дают нам спокойствие, мир и порядок. Поэтому мира им, добра и, наверное, спокойной службы. Навсегда в благодарной народной памяти останется беспримерный подвиг защитников священных рубежей отчизны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны. Забывать об этом нельзя, поэтому под аккомпанемент оркестра военнослужащие погранчасти торжественным маршем прошли к памятнику стражам границ, чтобы вспомнить и отдать дань уважения тем, кто первым принял удар врага в 41-м году. Нынешние воины в зеленых фуражках свято хранят традиции, заложенные нашими дедами и прадедами кровью и большой ценой, добывшие великую победу. Преомножают их и обеспечивают ежеминутную, ежесекундную и ежечасную молниеносную реакцию на любые вызовы, риски и угрозы пограничной, а значит национальной безопасности Республики Беларусь, храня мир и покой на нашей родной земле. День Победы и это святой праздник. У меня тесть пограничник, невестка пограничница, сыновья пограничники, кругом границ и все. А раз все пошли по этой, они начали там, чтобы нравилось, она по душе. Молодежь есть молодежь, как и мы, они разные, но в основе своей. Это замечательные ребята. Нынешнему поколению стражей границ есть чем гордиться. В Брестской погрангруппе заложен прочный фундамент, основанный на боевых родных традициях. В зоне ответственности более 350 километров границ Украины и Польши. За годы поменялась сама организация пограничной службы, но неизменными остались черты, присущие людям в зеленых фуражках. Свой долг они выполняют с честью. Есть государства, должны быть границы. А врагов у нас еще много, ой, как много. И мы должны быть на чеку. Верить никому нельзя сейчас. Мы должны сами себе верить. И граница будет предполагать пограничников. Вот мы и есть пограничники. Мы сдали уже свою смену молодежи, но еще у нас дух пограничный, ибо пограничник это не просто зеленая фуражка, это состояние души. С начала этого года брестскими пограничниками в пунктах пропуска пропущено через государственную границу почти миллион человек. Кроме того, были задержаны в шести случаях оружие и боеприпасы, в восьми случаях изымались наркотические вещества, психотропы, а также их прекурсоры. Это множество спасенных жизней. Кроме того, задержано порядка трехсот нарушителей законодательства о государственной границе, каждый десятый из них был нарушителем государственной границы. Несмотря на праздник, брестские пограничники успешно выполняют задачи по охране государственной границы, что особенно важно в условиях динамично меняющейся обстановки. И таким образом мы можем гарантировать мир и покой нашим гражданам. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.